Начинаем с, пожалуй, самой захватывающей истории этой недели Игры антикоррупционных престолов Кресло под главой специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким Уже не просто зашаталось, оно прямо-таки чуть не рухнуло Разборка между антикоррупционерами наконец-то вышла на уровень конкретных и довольно громких заявлений Все стороны обозначили свои позиции, попробуем в них сегодня разобраться Ну а начнем с того же, с чего началась вся эта история С аквариума в кабинете Холодницкого Именно на нем закрепили оборудование для той самой прослушки Наша Елена Зорина покажет вам этот аквариум Шпионские страсти, прослушка и даже угроза ареста В эпицентре этой полузасекреченной истории Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и его аквариум Дбаю за рыбок, где никто Добавила аквариум в кабинете Холодницкого Детективы НАБУ, хотя в самом бюро это еще на прошлой неделе отрицали В конце этой недели директор НАБУ также подтвердил наличие дела Против антикоррупционного прокурора Но детали сообщать не стал, мол, тайна следствия Аквариумный скандал с прослушкой главного антикоррупционного прокурора Похоже всерьез пошатнул позиции Назара Холодницкого Так что даже заговорили о его отставке, но пока на уровне слухов и источников Понятно, что нет дыма без огня Что же может стать причиной этого кадрового решения И кому выгодна вся эта история Все следы ведут в Харьков, утверждает журналист Владимир Бойко Расследование касается взятки в 2 миллиона долларов За якобы закрытие дела против дочки одного из чиновников времен Януковича В прессе обсуждают и другие версии Мол, причиной могло быть расследование дела черной бухгалтерии партии регионов Которое Холодницкий обещал довести до конца Иде сумма 123 тысячи доларов И сразу біля неї 37 доларов за бензин Иде біля 3 миллиона 700 тысяч Сумма 370 доларов Доставка газеты во время регионов 200 доларов И сразу после 78 доларов Иде 6 миллионов 910 тысяч Депутаты и мажоритарщики И таких вон Фантастично Я сделаю все для того, чтобы эта справа пришла до сюда И скажу так Но ВОЗ и ныне там есть и другая версия прослушки какого-то генерала Еще одна Это очередной виток войны трех правоохранительных ведомств Еще на прошлой неделе в свою отставку сам Холодницкий не верил И все слухи опровергал В начале своей работы В должности главного антикоррупционного прокурора Назар Холодницкий с удовольствием общался с журналистами И даже устраивал экскурсии на рабочее место Делился, что в тот самый кабинет, где была прослушка Перебрался со своим холодильником, телевизором и даже креслом И показывал даже святая святых комнату отдыха Теперь спустя почти два с половиной года с прессой довольно сдержан Лишь передает продолжает работать в том самом кабинете, где была прослушка Источники в прокурорских кругах тем временем говорят Аквариумные записи могут оказаться пустышкой В них нет свидетельств коррупции Но так ли на самом деле? Детали этой громкой истории генпрокурор и директор НАБУ анонсируют в ближайшее время Возможно тогда станет понятно, состоится ли отставка главного антикоррупционного прокурора Холодницкого Которую все еще продолжают обсуждать Причем продолжают обсуждать и сами фигуранты этой громкой истории Например, Холодницкий вышел на брифинг и рассказал свою версию Считает, что стал неугодным, когда отказался, что называется, подмахивать каждое представление от НАБУ Его аргументы без доказательств не может быть и обвинений Артем Сытник, директор НАБУ, такие претензии отвергает И в большом интервью «Зеркалу недели» представил свою версию конфликта Утверждает, что некоторые действия Холодницкого и других антикоррупционных прокуроров Были, я цитирую, странными и необъяснимыми По текст, возможно, коррупционными Ну а генеральный прокурор Юрий Луценко Направил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров Жалобу о совершении Холодницким дисциплинарных проступков И все это в рамках уголовного производства против главы САП Луценко просит комиссию рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого